29 апреля всего года состоится традиционное шествие национально-патриотических русских организаций, которое всегда называлось «Русская весна». И на этот раз мы снова собираемся. 29 апреля в 13.30 мы должны собраться около метро «Октябрьское поле», организоваться в колонны, пройти до метро «Щукинское», не очень большое расстояние, и там провести митинг, посвященный борьбе с коррупционерами и олигархами, то есть с ныне действующей властью, которая представляет собой группировку самозванцев, истязающих нашу страну, захватившей власть беззаконно и установившей здесь террористический режим в отношении подавляющего большинства граждан и способствующей олигархическому перерождению всех институтов государственности. По сути дела мы живем уже не в государстве, а на оккупированной территории, которая управляется гауляйтерами. Итак, 29 апреля в 13.30 мы собираем участников московского шествия олигархам и коррупционерам тюрьма, станции метро «Октябрьское поле», организаторы шествия Русский национальный фронт и постоянно действующее совещание национально-патриотических сил. Беззаконие, коррупция и измена захлестнули нашу страну. Наш народ доведен до отчаяния. 24 миллиона наших граждан просто нищие. Власть издевается над нами, считая, что все ей дозволено, все ни почем. Олигархат грабит страну, коррумпирует чиновников, а чиновники творят беспредел, вводят новые налоги и поборы, повышают тарифы, лишают работы, сажают в тюрьму патриотов, фальсифицируют уголовные административные дела, поддерживают мошенников, замещают коренные народы иммигрантами, пропагандируют развраты бескультуре. Только консолидация всех здоровых сил страны на борьбу с коррупционерами-олигархами остановит надвигающуюся трагедию, распад государства и гибель народа. Мы обращаемся ко всем гражданам, кто осознает трагичность ситуации. Мы просим вас личным участием поддержать нашу акцию протеста, собраться вместе и сказать все, что мы думаем о нынешних самозванцах, захвативших власть. Мы не обслуживаем интересов олигархов и не пасемся при административных органах. Все, что мы организуем, делается на те средства, которые вкладываем сами и получаем в помощь от граждан. Поэтому мы обращаемся к вам за финансовой поддержкой, которую можно перечислить на карточку Сбербанка. Ее номер будет указан ниже под этим роликом. Шествия и митинг санкционированы нынешней властью, хотя центр Москвы нам снова не дали. Его предложили олигарху Ходорковскому, который якобы является оппозиционером. На самом деле, от плоти этого режима и его управляемый элемент. Они нас всех достали, должны сказать мы. Вон самозванцев, в тюрьму олигархов, в тюрьму коррупционеров. России, русскую власть. Русский национальный фронт и постоянно действующее совещание национально-патриотических сил обращается к русским людям, ко всем гражданам России. Граждане выйдут на улицы для того, чтобы отстоять свое право на достойную жизнь и объединиться в борьбе против коррупционеров и чиновников, а также ненасытных олигархов, которых мы уже давно знаем по именам. Организации, входящие в ПДС, НПСР и Русский национальный фронт, проводят во многих городах страны ежегодную акцию. В этот раз она пройдет под лозунгом «Народный суд над коррупционерами и олигархами». Под суд олигархов, под суд коррупционеров. Наши основные требования – незамедлительная национализация всех стратегических ресурсов, изъять национальное достояние у шайки воров и казнокрадов. Класс олигархов должен быть ликвидирован. Смена не только конкретных лиц в руководстве страны, но всей прогнившей системой власти, установление подлинно народной власти, обеспечивающей достойную жизнь. Государство для народа, а не народ для государства. Народ – хозяин на своей земле, а не шайка олигархов и коррупционеров, захвативших власть. Мы – народ, а не бесправная масса. Нас достало бесправие, нищенское состояние и беспредел беззакония, творящийся в стране. Требуем от Путина и Медведева незамедлительно уйти в отставку. Ваше варьё нас всех уже достало. Ваша русофобия нам опротивила. Государству – надежный правовой порядок. Народу – достойная жизнь и беспартийное представительство во власти. Русофобам, казнокрадам, изменникам, ворам – тюрьма. Россия – русскую власть. Распоясывшийся олигархический режим перешёл к последней фазе уничтожения государства и народа. Захватившие власть самозванцы знают, что конец их власти приведёт к расследованию их фантастического воровства и преступлений против нации. Именно поэтому их задача полностью ликвидировать законность и правопорядок и установить террористический режим, в котором нет места свободе и справедливости, чести и достоинству, национальным интересам, высокой культуре, неискажённой истории, подлинной вере. В их системе для народа не остаётся ничего, кроме бесстыдных поборов и унижений. Они уже отняли у нас здравоохранение, образование, культуру, науку. От всего этого остались лишь коммерческие заведения, лишь отдельные подвижники, продолжают выполнять свой долг. Уничтожен смысл службы в армии, флоте, полиции, спецслужбах. Всё поставлено с ног на голову. Все бывшие государственные структуры стали обслуживающим персоналом олигархии и соучаствуют в измене. Вместо государственной власти в Российской Федерации правит оккупационная администрация с гауляйтерами во главе, расставленными на всех уровнях воровской вертикали. Мы призываем, граждан России, оказывайте оккупантам всемерное сопротивление. Не верьте ни единому их слову, не участвуйте ни в каких их начинаниях, не поддерживайте их ни словом, ни делом, не голосуйте за их ставленников. Вместо этого включайтесь в протестное движение. Вступайте в ряды национально-патриотических организаций, укрепляйте русское движение, вникайте в доктрину русского национализма, единственный рецепт спасения страны и народа от олигархии. Бюджетников и госслужащих мы призываем, помните о смысле своей профессии, не поддавайтесь на деструктивные задания бессовестного начальства, никогда не агитируйте за оккупационную власть, не участвуйте в ее мероприятиях, любыми средствами уклоняйтесь от поддержки захвативших власть самозванцев и от участия в организованных ими публичных мероприятиях. К дальнобойщикам, обманутым дольщикам, потенциальным жертвам реновации жилищного фонда и другим гражданам, пострадавшим от бесчинств путинского варья. Мы обращаемся и предлагаем. Пора объединять усилия и выступать единым фронтом против оккупационной власти. Хватит биться каждому самому за себя. У нас у всех общий враг шайка олигархов во главе с Путиным и Медведевым. Участникам противностных акций мы предлагаем. Пора переходить от частных требований к общим, а требованию поголовной смены верхов государственной власти и проведению народного суда над высшими должностными лицами, ставшими врагами нашего Отечества. Военнослужащих и сотрудников всех силовых структур мы призываем. Помните о своем долге. Не выступайте против народа. Не соучаствуйте в акциях насилия. Не выполняйте преступных приказов. Отказывайтесь от службы, если она входит в противоречие с нравственными традициями и направляется вашим начальством против народа и государства. В условиях распада государства становитесь в ряды тех, кто будет спасать его и вылавливать разбегающихся изменников, казнокрадов, олигархов и политических проходимцев. Воля нации, смерть олигархии, за правительство национальных интересов, за народного президента, России, русскую власть.